Ну что, друзья, всем большой привет! Сегодня мы с вами немного поиграем на моем втором аккаунте, посмотрим, как обстоят дела на 3200 трофеев, то бишь, каково восьмому левелу сидится именно здесь. И, кстати, ребята, если вы вдруг еще не видели ролик на втором канале, где я практически дошел до 3300 трофеев, то мне вообще не о чем с вами говорить, ребята, вы просто обязаны его заценить, потому что ролик, сказать, что он вышел офигительным, это, наверное, просто промолчать. Этот ролик вышел жесть каким потрясающим, поэтому я обязательно на него вам оставлю ссылку в описании под вот этим вот роликом, обязательно, ребята, его гляньте, не пожалейте. Ну а пока отправляемся в наш первый бой, сегодня, друзья, в качестве задачи и цели на выпуск у меня стоит банально дофармить кроунчест, посмотрим, получится это у нас с вами сделать или, как обычно, нет. Посмотрим, в общем, на все это дело, ну и, собственно, давайте уже будем начинать. Против этого 10-го левела сейчас поиграем, посмотрим, что здесь будет. В последнее время на этих кубках прям неприлично много элитных варваров, настолько много, что я даже зачастую просто сижу и за голову хватаюсь, типа, как быть, типа, что делать. Вы гляньте, еще... Да, я вот только что про это говорил, и снова ничего нового здесь нам противники в этом плане не показывают. Ну, в плане карт, я имею в виду. Ладно, ничего нового тогда в плане дефа я тебе тоже, братан, не покажу. Зачем? Спрашивается. Хорошечно, ребят, мы сейчас с вами одефались, и нужно срочно что-то придумывать в плане еще какого-то, наверное, успешного захода. Проигрывать-то не хочется, согласитесь, но и будет потненько. Не, друзья, слишком, слишком много развелось этих элитных варваров, с этим срочно нужно что-то делать. Суперселлу нужно срочно как-то давать об этом понять, то что, не, ребят, это ненормально, когда на этих левелах, на этих кубках у противников чистые элитные варвары под рукой. Ну, это же как бы не совсем то, что должно быть на этих кубках правильно, я думаю, да. Зап ваншотит у него классно, давай, братан, еще бревно свое выдай или стоп. Или ты не выдаешь бревно. Лол, вышка давай до свидания, насколько я понимаю. Да-да-да, можно тоже поржать, спасибо, что напомнил. Так, друзья, я бы сейчас с удовольствием на самом деле сбросил своих миньончиков на его спарки, но я прекрасно понимаю, что он будет моих миньончиков убивать с помощью своих миньончиков, смотрите на это сами. А, нет, кстати, с помощью принцесски, а, ну, такое себе стоп-фаерболл, нужно срочно тут стелить, вжух, отличный деф, друзья мои, с вами показываем. И тут я, пожалуй, поставлю пушкенцию, которая нам сейчас поможет расправиться с его принцесской. Вот тут вот, слушайте, ну, очень даже найсово, мы сейчас дефаемся, очень даже неплохо себя проявляем. Если все плюс-минус в таком ключе и будет идти, то, друзья, даже можно нас будет уже заранее поздравлять с победой, если я, конечно, все правильно понимаю. Но, опять же, наверное, раньше времени загадывать не особо хорошо было бы, поэтому давайте дальше играть, давайте дальше на все это добро смотреть. Вы только гляньте, какой офигительный дамаг сейчас поступает по его башне слева, он настолько божественный, что мы почти забираем у него таур. 169 хп. Это, друзья мои, буквально одна плюшка, одна всего лишь плюшка. Я заговариваюсь, господи, хотел сказать, пожалуйста, миньончики, примите урон, миньончики красавцы, урон приняли, это радует, безусловно. Тут я срочно поступаю вот таким вот образом, мне нужно выдать, друзья мои, вот плюс-минус такой фаербол, пускай он летит. Спарки я сваншочу, прикиньте, Спарки не сваншотил, ё-моё, всё, я понял, вышка, давай, до свидания. Хорошо, хотя нет, ничего хорошего в этом нет, на самом деле, ну ладно, не страшно, самое главное. Так, осторожно, давайте я здесь, пожалуй, ребят, сделаю вот так вот, я, конечно, сейчас получаю довольно много урона, но это не критично, мне нужно сейчас просто прокрутиться до фаера, благополучно сбросить его на его башенку слева и победить. Если я, конечно, всё правильно понимаю, а понимаю я вроде как всё правильно, фаербольчик летит, фаербольчик добирает, супер, фух, я уж на секундочку испугался, вот с его захода через Спарки и там куча-куча всякой лабуды, подумал, Да ладно, неужели я здесь солью? Ну, нет, друзья, слава богу, всё было под контролем, слава богу, отыграли, ну, плюс-минус неплохо. Открываем кромче, смотрим, что в нём находится, голдишка, кристаллы, банда гоблинов, 8 коллекторов, пушкинца, за что огромное спасибо, и, друзья мои, сейчас должен быть эпик, и в качестве эпика нам выпадает клонспелл, кстати, ну, не то, чтобы он мне как-то был нужен или что-то подобное, но в целом... О, мой бог, 11 левел, в целом неплохо, ребят, что выпал клонспелл, хотел сказать я, но увидев данного пацана, не договорил немножко. Они, они хотят, я не знаю, чего, смерти, наверное, моей, но что это такое? Чем мне это всё дичь контрить, прикиньте, у него ещё и таран даже в башню воткнулся. Я не знаю, что вам сказать по этому поводу, я не знаю, как это всё можно комментировать. Я только что потерял свою башню из-за того, что у меня не было под рукой фаербола. Как же я обожаю вот этот вот порядок выпадения карт в катках, я его просто боготворю. Вы прикиньте, в той ситуации, ну, сказать, что нас спас бы фаербол, это, наверное, просто промолчать. Вот фаербол нам в той ситуации просто всю игру бы сделал, чтобы вы понимали, ребята, но его не было. Понимаете, да, насколько я прям вообще любим этой игрой, насколько они мне отлично выдают свои карты? Ну, я просто не знаю, что вам сказать можно. Вот так вот мне должно было фартануть с этим фаерболом. Ладно, ладно, не расстраиваемся раньше времени, шансы ведь всё-таки ещё есть. Хотя мне кажется, что их нифига нет, ну, ладно, мы-то с вами, ребята, не отчаиваемся. Опять, что ли, он эту связку будет мутить? Ну да, конечно, он мутит эту же связку, друзья. И смотрите, там опять же таран добегает до таура, ну, естественно, конечно, что тут ещё стоило бы ожидать. Он накидывает свои запы, вот эту вот всю лабуду выдаёт. Короче, всё очень плохо, друзья мои, всё реально очень хреново. Так, давай что-нибудь на дефты скинь, каких-нибудь лучниц. Да, спасибо большое, братан, я их от тебя и ждал. Подмораживаем, и надеюсь, мы забираем башню, да, слава богу. Забираем у него тауэр, ещё сейчас ещё мушкетёра также разберём, что в целом довольно неплохо. И я сейчас, друзья, просто сижу и размышляю на тему того... Попал... Господи, ну конечно, ты не мог сыграть и не мог не взять свою поганую колоду элитных варваров. О чём я говорю, ёлки-палки, двенадцатые элитки, ребята? Я немножко в шоке. Фаерболом забирает сейчас всю нашу вот эту вот ботвень-ботву. Как быть-то, вот в чём вопрос заключается. Ну давайте вот плюс-минус такую связку. Орда миньонов на дефт, да? Ну, естественно, да. Тут больше-то и ожидать нечего было. Я забираю у него, конечно, вышку слева вроде. Да ладно, неужели я ещё и вышку слева... Не, вышку слева я забираю, слава богу. Фаербол мне здесь халпанул довольно знатно, ничего сказать не могу. Естественно, элитные варвары тут у него идут на дефт обязательно. Без них здесь он, ребята, просто как без рук, наверное. Ой, как много-то дамага. Семсот, сто девяносто добил. Просто красава. Мужик, вообще играешь как, я не знаю, как батёк местный, еле-еле восьмого левела с двенадцатыми элитками раскатал. Просто вообще респектую тебя, братан, двенадцатый зап. Вот прикиньте, и вот это вот чучело, оно здесь серьёзно, постоянно сидит на этих кубках. То есть это не пацан, который фанится и спустился, допустим, с четырёх косарей на эти кубки, чтобы здесь просто, допустим, кроунчест понабивать. Его рекорд 3500. 3300 и 3500 разница просто минимальна. У него найдены все карты 70 и 70, и он реально на полном серьёзе играет этой колодой с двенадцатыми элитными варварами. Он прокачивает элитных варваров абсолютно разумно, целесообразно, и делает это как бы вообще невзирая ни на что. Ну, я ещё раз поаплодирую. В общем, ребята, всё как обычно. Десятая арена, 3200-3300 кубков, как всегда в своём репертуаре. Сейчас, кстати, довольно неожиданный момент. Девятый левел нам попался. Ну, блин, такое встречается не так уж и часто. И я не знаю, получится ли у меня его победить. Естественно, хотелось бы. О чём тут говорить-то можно? Победить всегда хочется. Это и дураку понятно. Давайте я вот такой вот фаербол, пожалуй, сброшу, чтобы у меня как бы эликсир не простаивал. Чтобы всё в целом было хорошо. Ну, и здесь я дефуюсь плюс-минус вот таким вот образом. Какого там? Хорошо, что первого левела шахтёр. Ну, я хотел именно спросить, какого там левела шахтёр. Шахтёр был первого левела. Отлично, кстати, запчанский он потратил на миньончиков. Тут у него громовержец, довольно кривой идёт, которому он нифига не простанил. Срочно подмораживаем. Блин, кабанчик, ну как же ты так понял? Помер, ладно, вся надежда у меня, ребята, на гоблинов, моих полудохлых. Но всё же вы гляньте, какие они красавцы. Берут, разбирают его скелетов, берут, немножко дамажат вышку. Ну как, немножко, там порядка 700, что ли, хп они снесли. Это, в принципе-то, и немножко, если так посудить. Короче, друзья мои, мои, друзья мои, мои гоблины. Вот так хотел сказать я и, наверное, скажу, но это звучит как-то криво. Ну, в общем, неважно. Гоблины очень классно, себя проявили. Короче, друзья, я в этом плане реально доволен, только недоволен. Я сейчас из-за того, что противник будет бацать сейчас заход через гиганта с боулером. Это, друзья мои, очень плохо. Это, друзья мои, будет очень больно. И зап, кстати, какой-то кривовастенький он сбросил, что довольно странно. Ладно, давайте я поступлю вот таким вот макаром сейчас. А вот тылы здесь накинул вот варваров для поддержки меня. Гоблины здесь плюс-минус пытаются выживать. Получается это у них, ну, честно, так себе. Ладно, не страшно. Вышку, друзья мои, я еле-еле хотел сказать сохранил, но, как оказалось, я даже башни не смог себе засейвить. Окей, не страшно, друг. Ладно, его вот это вот добро мы разберем. Здесь я также подморожу сейчас вот эту вот его вышеньку с громовержцем. Ну и вроде как, ребята, отрабатываем все, что нам было нужно. Это не может не радовать. Давайте я сейчас попытаюсь воспользоваться моментом изобацию заходец. Я не знаю, насколько хорошо он пройдет, но, в принципе, что-то, конечно, получается. Какой-то, друзья мои, урон мы с вами выдаем. Даже, кстати, боулера, можно даже сказать, забрали, что реально неплохо. А вот гигант, его, конечно, сейчас тип такой довольно неприятный, что уж тут говорить. Нам срочно нужно выдать вот такой вот фаербол здесь. Тут я еще, наверное, варваров накину, ребята, которые отвлекут его пламенного дракона. Также разобрали они гиганта у него, что в целом тоже отлично для нас. А после этого у меня побежит здесь кабан, который примет весь урон, но на заморозку мне немножко не хватает. Хотя, погодите-ка, тихо, но опять я довольно криво выдаю свой фриз таким образом, что я все теряю перед тем, как этот сам фриз ляжет. Ну, в общем, все как обычно, друзья. Вот такие вот гоблины для поддержки у меня идут здесь. Отрабатываем мы с вами сейчас всю эту лубуду. В принципе, относительно неплохо. Там варвары хорошо впитывают урон таким образом, что гоблины сейчас подбегают и как бы довольно-таки нехилые люли навешивают противнику. После этого я делаю так-так. Так, осторожно, друзья мои, довольно потно, но все же заходим. Тихо, я подмораживаю, друзья, здесь, забиваю на его атаку абсолютно целиком и полностью. И это наша офигенская, просто максимально заслуженная победа против девятого левела. Скажу вам так, девятые левела здесь даже поопаснее одиннадцатых будут. Потому что, ну, в принципе, если игрок пробрался через всю вот эту вот массу с такими вот противниками десятых-одиннадцатых левелов, значит, он что-то да может. Притом, имеет такой левел. Ну, короче, такие пацаны, как правило, реально умеют играть и против них довольно тяжко. Так что, друзья мои, то, что мы его победили, это даже, наверное, поценнее будет, нежели чем если бы мы... Если бы, прошу заметить, мы бы победили данного товарища. Ну, а так, в принципе, каким-то таким образом, друзья мои, я живу на этом аккаунте, даже, наверное, не живу, а выживаю, чего уж тут говорить. Ну, и зачастую довольно потно. Тут, в принципе, бывает, так что, ну, ничего с этим не поделаешь. В общем, друзья мои, я благодарю вас за просмотр данного ролика. Такие каточки у нас сегодня с вами получились сложно, ничего сказать не могу, но живем и пытаемся как-то играть более-менее успешно. Напомню еще раз, если вы еще не посмотрели ролик на втором канале, то после просмотра, почему вам, допустим, не зайти и посмотреть еще один видос, ссылочка на него, напомню, находится в описании. Или же, допустим, я не знаю, вы не докушали там, то, что сидели перед просмотром ролика, ели. Такое, кстати, бывает, ребята берут к просмотру что-нибудь покушать, и ролик заканчивается, они не доели. И что-то хочется еще посмотреть, а как бы, ну, толком-то можно сказать, нужно пока поискать, что глянуть и все такое. Там уже, как бы, и без просмотра чего-либо дохавать можно. А так, в принципе, хоба, переходите по ссылочке и смотрите новый видос. Так что, ну, вот это как альтернатива такая, в принципе, идея хорошая. Ну, это, опять же, ребят, просто как предлог, а так, в принципе, если посмотрите ролик, мне будет реально очень приятно. Все, друзья, я заканчиваю, желаю вам удачи, счастья, добра, здоровья, всего самого хорошего. Говорю, что увидимся мы с вами совсем скоро, в ближайшем будущем, на новом ролике или на новом стримчанском. Всем, друзья, пока-пока и до скорых новых встреч. Давайте.